Ну что же, всем привет и спасибо, что присоединились с нами сегодня. Сегодня у нас есть множество интересных и инновационных обновлений, которыми мы хотим поделиться с вами. И в связи с этим я хотел бы пригласить Йоса на сцену, чтобы он помог нам начать работу. Всем привет. Итак, у нас последний месяц этого года, но мы планируем завершить его с размахом. Так что давайте сначала поговорим несколько минут о том, почему мы здесь. Основная задача, которую решает следующий слайд, проста. Мы предоставляем возможность общаться и сотрудничать через интернет, не нарушая вашу конфиденциальность, безопасность или контроль над вашими данными. С появлением искусственного интеллекта эта задача становится еще более сложной. С одной стороны, искусственный интеллект создает еще больший спрос на данные в крупных технологических компаниях. А для разработки искусственного интеллекта требуются огромные объемы данных. С другой стороны, сам по себе искусственный интеллект увеличивает риски утечки данных и злоупотреблений нашими данными. Поэтому мы не хотим жить в мире, где пять крупных компаний контролируют все данные, всю совместную работу, весь искусственный интеллект. И здесь, конечно же, на помощь приходит Nexot. Таким образом, мы создали самую совершенную из существующих локальных платформ для совместной работы. Она обладает отличными функциями, а также на 100% открыто и прозрачно с исходным кодом. И она работает там, где вы хотите, и так, как вы этого хотите. Так что для нас Nexot Cloud — это миссия, это цель. И мы работаем над этим прозрачно и открыто вместе с нашим сообществом. Поэтому я хотел бы показать видео, чтобы дать вам представление о том, как мы мыслим и как мы работаем. Мы считаем, что неприкосновенность частной жизни является фундаментальным правом человека, и каждый должен иметь доступ к защищенной связи, свободной от слежки. Мы создаем децентрализованные продукты в качестве альтернативы централизованным платформам. Люди могут выбирать, что они хотят и где они этого хотят. Мы верим в открытый исходный код и открытые стандарты. Открытый исходный код — это единственный способ для пользователей доверять своим устройствам. Мы ценим экологичность, защиту людей, общества и окружающей среды. Мы считаем, что доступность — это фундаментальное право человека, и технологии должны быть доступны каждому. Время наших пользователей очень важно для нас. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы сделать Next Club простым в использовании. Мы поощряем разнообразие, от инноваций до прозрачности и сотрудничества. Работа с нашими сообществами и поддержка маргинализованных людей приводит к лучшему результату. Так вот как мы делаем то, что делаем. Давайте поговорим о том, к чему это нас привело. Итак, сегодня Nexit — это невероятный инструмент, позволяющий людям работать продуктивно, сохраняя при этом конфиденциальность своих данных. Например, Amnesty International использует его для защиты конфиденциальных данных активистов и журналистов, даже в местах, где не очень дружелюбно относятся к ним. Им пользуются миллионы школьников и студентов по всему миру, чтобы учиться дома или работать вместе с другими, например, в университетах Франции или в школах Великобритании. Берлин. И это используется многими правительствами для восстановления своего цифрового суверенитета, для контроля над данными самих себя и своих граждан. Это используется энтузиастами технологий по всему миру и тысячами компаний и других организаций для обеспечения удаленной работы при одновременной защите своих данных. NexOut стал крупнейшей автономной альтернативой Microsoft 365 и Google. И действительно удивительно видеть, что это нашло отражение во многих наградах, которые мы получили, таких как Европейская премия за свободу программного обеспечения в прошлом месяце и награда на мероприятии Open Source Experience в Париже, которое мы провели на прошлой неделе. Так вот, эти награды предназначены не только для нас. Мы создаем этот фантастический продукт вместе с нашим сообществом открытым способом, и это было бы невозможно без всех вас. Так что эти награды предназначены как для всех, кто вносит свой вклад в Next Club и является его частью, так и для нас как компании. Теперь мы как компания являемся открытой и прозрачной компанией. Мы работаем вместе с нашим сообществом, и мы не являемся бизнесом, полагающимся на венчурный капитал, который нуждается в быстром выходе через продажу или публичное размещение. Вместо этого мы растем органичным образом примерно на 50-70% в год, что позволяет нам продолжать инвестировать в Next Club в долгосрочной перспективе. Устойчивый подход и долгосрочное видение. Вот это независимость и работоспособность, ключевая причина, по которой мы недавно смогли приветствовать RoundCube, локальный веб-мод с открытым исходным кодом в Next Club. Вы можете увидеть на нашем веб-сайте дополнительную информацию об этом, а также интервью с Фрэнком и Томасом, основателями компании RoundCube. А теперь я не хочу больше заставлять вас ждать, так что... Сегодня мы запускаем Nexet Hub 7, лучшую версию Nexet на сегодняшний день и следующую итерацию замечательного продукта. Теперь Nexet Hub 7 уделяет стратегическое внимание оптимизации цифрового рабочего пространства, виртуального онлайн-пространства, где команды продуктивно работают вместе. Поэтому в этом выпуске мы внесли улучшения в девяти областях. К ним относятся файлы Nexet, ToolkOffice и программное обеспечение для групповой работы, но мы также внедрили несколько функций для разных приложений, которые помогут вам работать более продуктивно во всех этих приложениях. А также есть новости в области искусственного интеллекта и других интеграций Nexet с другими приложениями. А теперь давайте начнем работу с файлами Nexet. Я хотел бы попросить Немишу из нашей команды дизайнеров подняться на сцену и рассказать о том, что там происходит. Итак, давайте изучим файлы NextCloud, где хранятся ваши документы, видео и фотографии. Файлы NextCloud — это мощная система управления документами, позволяющая легко обмениваться документами и получать к ним доступ, где бы вы ни находились. Сегодня мы расскажем об одном из приключений Кристины. Она собирается взять заслуженный перерыв в работе и заняться исследованиями своего следующего отпуска, посвященного плаванию на байдарках. Как и большинство пользователей NextCloud, ее день начинается с панели мониторинга, где она размещает множество вещей, таких как последние статусы ее коллеги, ее сообщения в чате, ее важные письма, предстоящие встречи и многое другое. Но мы также знаем, что не все, как Кристина, начинают свой день с приборной панели. Так что вы сами попросили об этом, и мы вас слушаем. В Hub7 теперь вы можете изменить порядок расположения приложений, которые вы видите на верхней панели. И приложение, стоящее первым в ряду, будет открываться при следующем посещении вашего облака. На некоторых серверах администратор, возможно, хочет, чтобы определенное приложение всегда занимало первое место. И для этого мы позаботились о том, чтобы администраторы могли переопределять порядок установки приложений. Так что теперь давайте обратим наше внимание на файлы NextLard, где Кристина управляет своими документами. NextLard Files — это быстрая и эффективная система управления документами, позволяющая легко работать с вашими файлами, используя избранные различные виды просмотра, удобный общий доступ и многое другое. Ранее на этой неделе она сохранила анкету о своем отпуске. Поэтому она обратилась к своим файлам, и NextLard знает, что эта анкета важна, именно поэтому она указана в самом верху как рекомендуемый файл. А на боковой панели Кристин может управлять общим доступом, версиями и многим другим. В седьмом узле мы объединили комментарии и действия. Так что теперь Кристин может сразу увидеть, что ее коллега поделился с ней PDF-файлом, и что он оставил ей комментарий. Когда Кристин открывает форму, она видит, что это PDF-файл, и она узнает, что в Hub7 вы можете заполнить PDF-файл, даже не выходя из NextLard. Вы даже можете комментировать и рисовать на нем, а также сохранять изменения. И, кстати, эта фантастическая функция была создана одним из участников сообщества, чтобы показать, как наше замечательное сообщество помогает сделать NextLard лучше для всех. Как только она заполнит форму и отцентрирует ее, Кристин захочет просмотреть фотографии каякинга, сделанные несколько лет назад, чтобы найти тот гидрокостюм, который она использовала. Она помнит, что редактировала фотографии и делилась ими с помощью приложения NextLard Photos. Чтобы облегчить ей поиск фотографий, в Hub7 мы сортируем фотографии по дате, используя метаданные, содержащиеся в фотографиях. Когда Кристина просматривает фотографию, она видит, что это живое фото, которое теперь можно загрузить из приложения iOS и просмотреть в NextLard Photos. На боковой панели она может просмотреть метаданные с красивой картой, показывающей местоположение. А ниже есть такие детали, как марка, камера и настройки. Итак, далее я хотела бы поговорить о другом важном улучшении — расширенном поиске. Расширенный поиск позволяет очень легко найти все, что вы ищете, потому что вы можете осуществлять поиск и фильтрацию по различным ресурсам. Так что Кристин может воспользоваться этим, чтобы, возможно, найти ZIP-архив со своими прошлогодними фотографиями. Так что будь то сообщение в чате, документ или сжатый файл с фантастическими фотографиями из отпуска, расширенный поиск поможет вам это найти. Но, конечно, Кристин — это не только игра. Она руководит несколькими важными проектами, и прежде чем готовится к отъезду, ей нужно убедиться, что эти проекты находятся в надежных руках. Для каждого проекта она создала свою собственную проектную команду, используя приложение «Контакты». И во время своего отсутствия она может передать управление командой другому члену команды. У команды есть выделенная групповая папка, в которой хранятся их файлы. В верхней части проекта есть некоторая базовая информация, и участники могут быстро найти другие ресурсы, такие как задачи и чаты, в соответствующих ресурсах. Кристине не нужно беспокоиться о том, что во время ее отсутствия важные документы могут быть изменены. Благодаря управлению версиями она всегда может зайти и назвать версию, чтобы найти ее позже, и даже сравнить разные версии. Nexa поступит разумно, удалив старые версии и сохранив только те, которым было присвоено имя. И если это действительно необходимо, у Кристины есть доступ к данным на ходу. Мобильные настольные клиенты NextCloud обеспечивают плавную интеграцию между вашими устройствами, позволяя легко обмениваться файлами или редактировать их даже во время путешествия. Отличным примером такой интеграции является автоматическая блокировка файлов. Например, когда Кристин открывает файл в NextSlotOffice, а ее коллеги пытаются отредактировать его на рабочем столе. Они получают предупреждение о том, что они не могут внести изменения в этот файл. А если она редактирует файл на своем рабочем столе, например, в Microsoft Word, следующий слот гарантирует, что коллега не сможет отредактировать его в браузере. Кристин также может легко переключаться между браузером и рабочим столом. Она выбирает редактировать локально в меню с тремя точками, который открывает файл на ее рабочем столе. И это очень полезно для тех типов файлов, с которыми NextCloud не может работать, например, с файлами Photoshop. И точно так же она может открыть файл в своем NextCloud прямо из своего файлового менеджера, что очень упрощает совместную работу в режиме онлайн. В обоих случаях NextCloud будет использовать блокировку файлов, чтобы избежать конфликтов редактирования. Другие улучшения в Hub 7 включают более разумную обработку уведомлений и множество мелких исправлений на рабочем столе. В приложении iOS теперь есть сканер документов на основе машинного обучения для распознавания текста. А приложение для Android теперь также позволяет управлять учетными записями и удалять их. Для защиты конфиденциальных данных у Кристины также есть отличный вариант. В связи с предстоящим мероприятием она управляет некоторыми конфиденциальными файлами в полностью зашифрованной папке. Это означает, что даже администраторы, имеющие доступ к серверу, не могут просматривать эти файлы. Когда Кристина делится ими со своими коллегами, файлы шифруются на клиенте Кристины и надежно отправляются получателю, даже не будучи расшифрованными на сервере. Этот механизм шифрования на стороне клиента обеспечивает высочайший уровень безопасности и конфиденциальности. Чтобы помочь Кристине и другим пользователям быстрее выполнять свои задачи, мы также работали над повышением производительности NextCloud. Мы снизили нагрузку на сервер, улучшив обработку общих ресурсов и доступ к хранилищу, ускорив работу с календарем, повысив скорость перечисления файлов, а также перенесли наш механизм защиты от перебора в кэш-памяти. И это последнее действительно помогает при больших установках. Мы также работали над модернизацией нашей базы кода. Приложение NextCloud Files было переписано специально для этого. Это JIS, который значительно упростит дальнейшую работу с файлами. Кроме того, это также позволило улучшить целый ряд проблем с доступом. Мы исправили почти 250 проблем, таких как улучшение контрастности вокруг кнопок, надписи для действий и порядка табуляции элементов на экране. Это значительно улучшает работу с NextCloud для людей, которые используют программы чтения с экрана или клавиатуру для навигации. И последнее, но не менее важное, мы внесли некоторые улучшения в системный монитор. Это приложение предоставляет администраторам информацию об их сервере и его статусе, чтобы они могли отслеживать наличие проблем. Если вы являетесь администратором и хотите узнать о таких вещах, как загрузка процессора и памяти, диск и активные пользователи, вам стоит обратиться именно сюда. В этом выпуске мы также добавили возможность просматривать информацию из-за пределов папки NextCloud. Например, конфигурации PHP и базы данных. И, конечно, если вы обеспокоены тем, что это представляет угрозу для вашей безопасности, вы также можете отключить эту функцию. Как вы можете видеть, NextCloud файл создан для того, чтобы облегчить жизнь таким пользователям, как Кристина, помогая им быстро и эффективно выполнять свои задачи. Мы собрали видео, чтобы еще раз показать, как Кристина выполняет свою работу и личные задачи с помощью NextCloud. Познакомьтесь с Кристиной, менеджером проекта, которая изучает свое следующее большое приключение. Давайте присоединимся к нам. Одна из целей Кристины на сегодняшний день – провести исследование и забронировать заслуженный отпуск, о котором она мечтала последние несколько недель. И вот сегодня настал тот самый день. Но первого числа, как и у многих людей, использующих NextCloud, ее день начинается с панели мониторинга. Там она видит последние статусы коллег и сообщения в чате, новые электронные письма и свои предстоящие встречи. Изменения в статьях, основанные на знаниях, и многое другое – все в одном месте. Некоторые люди предпочитают запускать в другом приложении. Изменив порядок приложений в своих настройках, она может изменить, какое приложение будет загружаться при следующем посещении облака. Теперь фотографии будут на первом месте. Это означает, что Кристина может наслаждаться фотографиями, сделанными во время ее отпуска на каяках три года назад. И знаете что? Она снова думает о каяках. Кристина может просмотреть фотографии трехлетней давности. Чтобы увидеть, где сделана фотография, она может зайти на боковую панель. Данные EXIF используются для сортировки фотографий Кэрри по дате, но в них также содержится информация о том, какой камерой был сделан снимок и где он был сделан. И это именно то место, которое она хочет посетить снова. Перейдя к своим документам, Кристина находит PDF-файл, которым она поделилась ранее. NextCloud предсказал, что это важный файл, и показал его в верхней части списка файлов. Керан поделился PDF-файлом с Кристин и оставил ей комментарий. На него легко ответить прямо здесь. Также легко заполнить форму в формате PDF. Кристин может сразу же добавить информацию, необходимую ей для поездки. Она также может добавлять заметки, если это необходимо, что очень упрощает задачу. Прежде чем отправлять PDF-файл, Кристин хочет ознакомиться с еще одним документом, юридическими условиями поездки на каяках. Она открывает поиск, чтобы быстро найти его. Если условия предоставления услуг кажутся вам приемлемыми, самое время забронировать этот отпуск. С NextCloud это так же весело, как и просто. Планируйте свое следующее приключение, легко сотрудничайте с другими удаленно и выполняйте свои задачи проще и быстрее с помощью NextCloud Hub. Посетите сайт nextcloud.com сегодня и посмотрите, как много еще мы можем для вас сделать. Итак, вкратце, NextCloud Hub 7 предлагает множество улучшений, таких как изменяемый порядок приложений, аннотации в формате PDF и мой личный фаворит – расширенный поиск. Мы надеемся, что вам понравится пользоваться этими функциями так же, как и мне, и мы с нетерпением ждем ваших отзывов. А для следующего улучшения я хочу пригласить Грету на сцену. Всем привет. Сейчас я покажу вам, что мы улучшили в приложениях NextCloud Groupware. Вы можете управлять своей почтой, контактами и задачами с помощью NextCloud Groupware. Поскольку Кристин уезжает в отпуск, ее электронной почтой и задачами должны заниматься другие люди, в данном случае ROS. Давайте посмотрим, как наши приложения для групповой виртуальной реальности облегчают им задачу. Прежде чем отправиться в отпуск, первое, что сделала бы Кристина, это зашла в настройки своей доступности. Там она управляет своим рабочим временем. Как вы видите, Кристина недоступна в пятницу. Коллеги, которые попытаются записаться на встречу, увидят, что ее нет рядом. Ее статус также установлен на «Не беспокоить», поэтому она не получает никаких уведомлений на свой телефон. Новшество заключается в том, что теперь она также может отправить здесь сообщение о своем отсутствии на работе. Статус будет передан в другие части NextCloud. Давайте взглянем на это. Приложение NextCloud Calendar – это приложение, с помощью которого Кристин Росс и другие пользователи управляют своими календарями. В нем есть функция записи на встрече, благодаря которой другие пользователи могут записываться на встрече в вашем календаре, следуя некоторым правилам, которые вы установили ранее. В следующем облачном календаре автоматически будет показан отпуск Кристины. Контекст следующего облачного календаря помогает Росс отслеживать своих коллег. Вот мнение Кристины. Справа он может видеть, над какими ресурсами они работают вместе. В меню контактов он может видеть статус пользователя, который автоматически обновляется сообщением «Нет на работе». А когда она возвращается, он возвращается к предыдущему сообщению. Мы улучшаем меню, сортируя статус по дате его изменения. Росс может выполнить поиск и найти Кристину или других коллег, а также отправить электронное письмо или пообщаться в чате прямо отсюда. Помимо сообщений об отсутствии на работе, здесь вы также можете просмотреть календарь встреч. Таким образом, ваши коллеги могут видеть, когда вы недоступны из-за того, что находитесь на совещании или отвечаете на звонок. Если вы установили для себя режим «Не беспокоить», ваш статус не изменится, даже если вы находитесь на звонке или встрече. Сообщение Кристины о том, что ее нет на работе, также отображается в режиме разговора. Коллеги увидят его, когда будут общаться с ней в чате. В Xcloud Mail автоматически включается функция отправки сообщений о ее отсутствии на работе. Таким образом, люди, которые свяжутся с ней, получат уведомление о необходимости поговорить с Россом. Росс получит множество сообщений от всех желающих. Его работа начинается с анализа состояния всех задач, и для этого нужно обратиться к инструменту планирования Kanban Next Cloud Deck. Благодаря поддержке изображений для обложек в Hub 7, Кристин уже привнесла немного изюминки в доску. Росс связался со своим потенциальным основным докладчиком. Он редактирует карточку, чтобы записать, что он сделал. Он удаляет назначение Кристины и прикрепляет обзор основного докладчика. Теперь мы можем отметить его задачу как выполненную. В этом выпуске мы также улучшили сочетание клавиш в Deck, сделав его более простым и эффективным для тех из вас, кто часто пользуется клавиатурой. На мероприятиях, конечно же, требуется более одного основного докладчика, поэтому Росс хочет найти электронное письмо от Кристин по этому поводу. Чтобы облегчить задачу Россу и всем остальным, мы внедрили расширенный поиск в Hub 7. Почта находится в папке «Входящие», которой поделилась с ним Кристина. Росс может прочитать письмо и ответить от ее имени. Next Cloud Mail также поддерживает подписанную и зашифрованную электронную почту с помощью КПСМАИМ. Таким образом, Росс и Кристин знают, что содержимое их электронной почты в безопасности. Чтобы Россу было проще визуально находить некоторые электронные письма, он добавляет к ним тег. С помощью Hub 7 Росс может выбирать пользовательский цвет. Например, Росс может помечать все свои электронные письма, связанные с основным докладчиком, как Keynote. А затем, когда эти электронные письма перестанут быть актуальными, он может удалить этот тег из всех сообщений. Теперь это возможно с помощью Hub 7. Россу нужно найти несколько других электронных писем. Чтобы упростить эту задачу, мы еще больше улучшили поиск в мейл. В поле «Фильтр» вверху теперь можно выполнять поиск по всему содержимому электронных писем. Теперь также появилась возможность сортировать самые новые или все эти электронные письма сверху. Чтобы Росс не был перегружен почтой, наш почтовый ящик с приоритетными сообщениями, созданный с помощью искусственного интеллекта, помогает ему сосредоточиться на наиболее важных письмах. Просматривая свои электронные письма, Росс заметил, что здесь есть несколько задач. В почте есть разные способы облегчить управление задачами. Он решил создать задачу в ДЭК прямо из почты. Для писем, содержащих приглашение в календарь, он добавляет их непосредственно в календарь. Некоторые из своих писем он откладывает в долгий ящик, поэтому позже напоминает о них. Когда Росс отвечает докладчику, он хочет вставить ссылку на местоположение офиса. С помощью Hub7 он может вызвать смарт-пикер, ведя косую черту, как на карточках, в документе или в чате. Эмодзи можно добавить точно так же, как в разговоре, тексте, колоде или заметках, ведя двоеточие описания. Nextcloud отлично интегрируется с Microsoft Outlook. Росс и Кристин используют надстройку Nextcloud Outlook для отправки больших файлов по электронной почте в виде ссылок или создания комнаты для обсуждения при создании собрания по календарю. Точно так же, как в приложении Nextcloud Calendar. В то же время интеграция с Exchange позволяет синхронизировать элементы календаря между Outlook и Nextcloud. Так что Кристина может использовать любой календарь, который больше всего подходит для ее работы. Как вы можете видеть, Nextcloud Growprayer разработан для того, чтобы облегчить жизнь таким пользователям, как Росс, помогая им выполнять свои задачи быстро и эффективно. Мы собрали видео, чтобы вы могли по-другому взглянуть на то, как Росс выполняет свою работу с помощью Groupware. Кристин уезжает в отпуск. Это означает, что она должна передать свои текущие задачи коллегам, и Nextcloud делает это проще простого. Последнее, что нужно сделать перед уходом, это настроить работу вне офиса, удобно расположенную в личных настройках Кристины. Здесь она может сообщить всем, кто ее заменит и когда она вернется. В следующем облачном календаре автоматически будет отображен отпуск Кристины. Это означает, что когда другие пользователи попытаются записаться на встречу, они увидят, что она занята. Ее статус пользователя также будет автоматически обновлен сообщением о ее отсутствии на работе, которое будет видно во всем Nextcloud Hub. От календаря до меню контактов и, конечно же, почты, где люди, которые обращаются к ней, будут автоматически обновляться. Она получила сообщение о том, что им следует связаться с Россом. Поскольку Росс сменит Кристину, он проверяет приложение «Контакты». Там он может увидеть общие ресурсы с Кристиной. Предоставила ли она ему доступ ко всем документам, чатам и задачам, которые ему понадобятся во время ее отпуска. Конечно, работа Росса начинается с проверки состояния всех задач. Для этого, скорее всего, подойдет ДЭК, облегченный инструмент планирования Kanban от Nextcloud. Росс связался с этим потенциальным основным докладчиком, так что пришло время отметить эту задачу как выполненную. Пришло время проинформировать основных докладчиков о предстоящем мероприятии. Первый – нужно найти адрес электронной почты последнего докладчика. Росс нашел почту. И он создает новый тег для нее и других писем, связанных с мероприятием, которые он должен организовать. Он присваивает тегу цвет, чтобы их было легче найти. Чтобы улучшить поиск других выступающих, Росс использует поле фильтра поиска и порядок сортировки, чтобы помочь ему найти других выступающих, о которых упоминала Кристина. Когда Росс находит другого потенциального основного докладчика, он отвечает. Поскольку он торопится, он позволяет встроенному ИИ генерировать текст с более дружелюбным сообщением. Теперь он вставляет ссылку на комнату обсуждения, где будет проходить удаленное мероприятие, просто набрав косую черту и воспользовавшись функцией интеллектуального выбора. В конце добавьте эмодзи. Его легко добавлять, как и везде в Nextcloud. Хотя организация конференций может быть напряженной, Nextcloud старается максимально облегчить нагрузку. Планируйте свое следующее приключение, легко взаимодействуйте с другими людьми удаленно, и выполняйте свои задачи проще и быстрее с помощью Nextcloud Hub. Посетите сайт nextcloud.com сегодня и посмотрите, как много еще мы можем для вас сделать. Мы внесли множество улучшений в программное обеспечение для групповой работы, и есть еще много такого, о чем я еще не рассказывала. Лично я считаю, что интеграция статуса во все приложения одна из моих любимых функций, но мы с нетерпением ждем ваших отзывов. И скажите нам, какая из них вам нравится больше всего. Позвольте мне представить вам компанию Fires, которая занимается следующим усовершенствованием седьмого узла. После получения документов, следующим шагом будет работа над этими документами, и вот что будет дальше. На очереди офис, так что теперь ответственность Росса заключается в том, чтобы это мероприятие состоялось. Ему приходится работать с заметками, а также редактировать документы, основанные на знаниях, и делиться ими. В основном у него много работы, которая требует редактирования документов в режиме реального времени вместе с коллегами. И хорошей новостью для него является то, что эти функции уже глубоко внедрены в Nextcloud. Чтобы структурировать свои мысли, Кристина всегда делает заметки для себя. И для этого Nextcloud Notes потрясающий инструмент. Используя мобильное веб-приложение, она может управлять любым количеством заметок. Она также может добавлять изображения, эскизы и таблицы. С помощью Hub7 она теперь может поделиться одной заметкой со своими коллегами, или опубликовать ее с внешними пользователями, используя общедоступную ссылку. Ключевой частью этого является интеллектуальная мензурка, позволяющая легко добавлять к заметке практически все, что угодно. Например, выступление, коллективные сообщения или почту. Вы можете поделиться местоположением, вставить файл, ссылку на чат, добавить таблицу, видео, GIF и многие другие объекты. Так что теперь Россу нужно знать, как планировать многие аспекты виртуального мероприятия. Что он сделает, так это воспользуется инструментом управления знаниями Nextcloud, который мы называем Collectives. Как и в современной Вики, именно здесь пользователи Nextcloud читают документацию и делятся ею. Она отслеживает различные версии вложения, упрощает переход между страницами документа и позволяет любому количеству пользователей редактировать один и тот же документ одновременно. Документация хранится в файлах, а не в базе данных. Таким образом, Росс делится записями выступлений с внешними докладчиками. Он получает доступ к базе знаний с информацией и отзывами из предыдущего выпуска. Он использует новые настройки полноразмерного отображения, что особенно полезно при работе с такими белыми таблицами. Росс понимает, что эта страница также актуальна для этого года, и он использует улучшенную функцию перемещения страницы, чтобы перенести ее в новый коллектив на 2024 год. Возможно, ему будет легко воспользоваться приложением Nextcloud Tables. Таблица — это фантастический инструмент для управления структурированными данными и подобными процессами, что делает его платформой без использования кода. Росс уже использует его, поскольку компания использует таблицы для отслеживания запросов на отпуск. Это позволяет каждому легко увидеть, что именно для него актуально. И это также было бы полезно для конференции. Мы предложим Россу рассмотреть возможность использования настольных приложений, пока мы будем говорить о работе с офисными документами. Росс и другие пользователи Nextcloud используют офисные приложения Nextcloud, такие как электронные таблицы, текстовые редакторы и презентации. Все они считают, что это приложение очень совместимо с форматом Microsoft Office. Росс усовершенствование наших основных приложений Офис представляет собой пятую основную область улучшений в Nextcloud Hub 7. Росс проверяет слайды для докладчиков. Мы расширили набор шрифтов, предоставляемых в Nextcloud Office. Так что теперь у Росса есть широкий выбор шрифтов, чтобы выбрать идеальный. Росс также хочет собирать отзывы людей о событиях. И для этого он будет использовать онлайн-опрос. Поэтому он создает красивый QR-код, который ссылается на опрос в форме Nextcloud. И он рад видеть, что создание QR-кода теперь интегрировано в Nextcloud Office. После мероприятия Росс и Кристин смогут ознакомиться с результатами опроса и использовать их для улучшения мероприятия в следующем году. Росс также будет отслеживать посещаемость в электронной таблице, используя улучшенное условное форматирование. Он позаботится о том, чтобы Кристина могла увидеть, кто пришел, а кто нет, всего за две секунды. Как всегда, мы приложили усилия для повышения производительности и управления сетью. Особенно при работе в медленной сети важно, чтобы приложение Office по-прежнему работало хорошо. Время загрузки Nextcloud Office теперь еще быстрее. Поскольку Росс, Кристин и другие пользователи Nextcloud в значительной степени полагаются на Nextcloud Office, мы внесли массу других улучшений, особенно в области доступности. Например, были улучшены сочетания клавиш, копирование вставка работает более плавно, а многие диалоги были улучшены и очищены. Например, условное форматирование ты только что видел. Как вы можете видеть, Nextcloud Office создан для того, чтобы облегчить жизнь таким пользователям, как Росс. Он помогает им выполнять свои задачи быстрее и более структурированно. Мы сняли небольшое видео, в котором покажем вам, как Росс планирует мероприятие с помощью Nextcloud Office. Совместная работа в режиме реального времени над заметками, статьями и документами, основанными на знаниях, глубоко внедрена в Nextcloud благодаря различным компонентам Office. Здесь Кристина ведет записи, чтобы структурировать свои мысли, а с помощью Hub7 мы упростили для нее возможность поделиться ими со своим коллегой Россом или опубликовать их как материалы, доступные только для чтения. Росс использует коллектив с приложения базы знаний Nextcloud, чтобы помочь ему спланировать любые аспекты своего виртуального мероприятия. Он заметил, что эта страница актуальна и для предстоящего года, и скопировал ее для своего нового мероприятия. А теперь давайте посмотрим, как Росс просматривает слайды презентации. Найти нужную папку так же просто, как выполнить простой поиск. К тому же существуют различные наборы слайдов. Nextcloud Office обладает отличной совместимостью с широким спектром часто используемых форматов, включая документы Microsoft Office. Так что слайды будут отлично смотреться, независимо от того, откуда они взяты. Шрифты – это ключ к совместимости с Office. В Nextcloud Office имеется множество встроенных шрифтов, а администраторы могут легко добавлять дополнительные. Это также позволяет любому пользователю легко настраивать шрифты в своих документах Office. Здесь Россу приходит в голову блестящая идея. Люди могут оставить свои отзывы о мероприятии в онлайн-опросе. Поэтому он создает QR-код, связанный с формой опроса в Nextcloud. Эта функция теперь интегрирована в Nextcloud Office. И как только мероприятие завершено, Росс отслеживает посещаемость мероприятия в электронной таблице и использует улучшенное условное форматирование, чтобы помочь Кристине четко видеть, кто пришел, а кто нет. Планируйте свое следующее приключение, легко взаимодействуйте с другими пользователями удаленно и выполняйте свои задачи проще и быстрее с помощью Nextcloud Hub. Посетите сайт nextcloud.com сегодня и посмотрите, как много еще мы можем для вас сделать. Итак, позвольте мне подвести итог всем улучшениям. Теперь коллективы стало легче перемещать и копировать. Вы можете делиться заметками с другими пользователями. Множество улучшений в области доступности, производительности и работы с сетью. И лично мое любимое усовершенствование — это генератор QR-кодов. Я нахожу довольно забавным создавать QR-коды и связывать их с различными ссылками. Так я выгляжу умнее. А теперь я бы пригласила Анну рассказать о дальнейших улучшениях ДИФ. Мероприятие приближается, и нам пора подготовиться к выступлению, в котором мы расскажем о нашей следующей важной области совершенствования с помощью Hub7. Он часто использует его для общения, но само мероприятие также будет проходить там, сочетая живое общение с видеоконференциями и презентационными инструментами. NextTalk представляет собой полноценную платформу для видеочата и вебинаров, идеально подходящую для этой задачи. NextTalk также является настоящим центром совместной работы, где ROS может добавлять свои документы и работать над ними вместе с другими присутствующими в комнате. Чтобы избежать разрыва между файлом и его описанием, ROS добавляет подпись непосредственно при загрузке файла. Новая функция в Hub7. ROS активно использует ток и часто пересылает сообщения между чатами или сохраняет ссылки на сообщения в своих заметках. Чтобы помочь ему отслеживать эти сообщения, мы добавили функцию заметки для себя. ROS использует ее для ведения быстрых заметок, сохранения ссылок на файлы и пересылки напоминания о важных сообщениях от команды, доступных только ему. ROS выбирает сообщение и добавляет его в свои заметки для себя. Конечно, это всего лишь один из способов управления сообщениями в ток. Например, он превращает это непосредственно в задачу или устанавливает напоминания в сообщении чата. Перед тем, как начать обсуждение мероприятия, ROS решает быстро связаться с партнерами. Некоторые из них сейчас доступны только по телефону, поэтому мы добавили возможность добавлять их в зал по номеру телефона. Он может разрешить ток набирать их телефонные номера, чтобы добавить их к звонку. Другие члены команды могут набирать свои собственные телефонные номера, чтобы присоединиться к звонку на ходу, если модератор дал им разрешение. В конце разговора бот-менеджер по подведению итогов делится с участниками краткой информации о задачах, согласованных во время разговора. Next Car Talk предлагает встроенную запись разговоров и даже дополнительную функцию расшифровки с помощью искусственного интеллекта. ROS, конечно же, хочет убедиться, что все знают об этой записи. Новый релиз упрощает эту задачу. Он настраивает комнату таким образом, чтобы люди получали согласие на запись, прежде чем посещать трансляцию. Из командной строки администраторы сервера могут сгенерировать список людей, которые дали согласие на соответствие требованиям. Для участников видео-аудио диалог — это то место, где они должны решить, согласны ли они с тем, чтобы их записывали. Если они не хотят, чтобы их записывали, они могут выключить камеру и микрофон. Кристин, которая не хочет, чтобы другие видели прекрасный вид из гостиничного номера, выбирает фон или размытие, чтобы скрыть это. Программа ТОК теперь спрашивает у гостей их имена, прежде чем они присоединятся, чтобы все знали, как обращаться друг к другу. Конечно, вы все еще можете называть себя Альбертом Мтэнм, если предпочитаете не называть свое настоящее имя. Коллеги, участвующие в мероприятии, получат уведомление, когда начнется звонок. Их телефон зазвонит. Они получат уведомление в браузере, или их настольный клиент воспроизведет звук и покажет всплывающее окно. При принятии вызова во всплывающем окне настольного клиента отображается диалоговое окно настроек видео. Мероприятие началось, и начинается первая презентация. В своем вступительном слове Рос сможет лучше общаться с аудиторией, так как его видеоминиатюра показана в правом нижнем углу. Зрители могут скрыть выступающих, если захотят, или если они хотят видеть других, они могут открыть нижнюю панель, на которой отображаются другие участники. Аудитория взволнована, и они аплодируют вдохновляющему вступительному выступлению с реакциями, которые в седьмом центре теперь приятно оживлены. Во время мероприятия Рос использует секционные комнаты, чтобы разделить аудиторию и позволить людям обсуждать темы в небольших группах. Он и другие модераторы переключаются между комнатами, чтобы следить за происходящим. В комнате для совещаний участники используют опрос, чтобы выбрать тему для обсуждения. Рос назначает пользователя модератором, чтобы помочь ему управлять комнатой. Они могут предоставить людям возможность говорить, делиться своим экраном и так далее. Все эти дополнительные функции доступны не только в браузере, но и в наших клиентах на Android, iOS, а также на настольных компьютерах для Linux, Windows и Mac. Как вы можете видеть, NextCardToc разработан для того, чтобы облегчить жизнь таким пользователям, как Рос, помогая им выполняйте свои задачи быстро и эффективно. Мы собрали видео, чтобы вы могли по-другому взглянуть на то, как Рос выполняет свою работу в ТОК. Организация мероприятий означает общение с огромным количеством людей. В этом видео мы следим за Росом, который воплощает мероприятие в жизнь, используя NextCardToc для своих бесед. Рос готовит сессию вопросов и ответов на сегодняшний день с помощью NextCardToc. Подготовительные мероприятия включают в себя быструю проверку с участием межфункциональных групп по всей организации. Он не забывает поделиться изображением обложки презентации, чтобы его могли использовать все команды, и добавляет подпись, напоминающую его коллегам о мероприятии. Рос также пишет несколько напоминаний себе в заметке для самостоятельного общения, когда он обращается к различным проблемам разных команд. Чтобы проинформировать основных докладчиков, Рос создал отдельную комнату для общения в чате. Там он поговорит с каждым из докладчиков, чтобы обсудить вопросы логистики и тематики. Один из основных докладчиков находится в командировке, поэтому Рос набирает их, используя новую функцию телефонного дозвона в NextCard. С помощью этой функции Рос может просто ввести номер телефона, и выступающий получает звонок, на который он может просто ответить. Теперь приближается само виртуальное мероприятие. Давайте посмотрим, как Рос настраивает переговорную комнату для этого. Он делает комнату видимой для других сотрудников компании, а затем включает требования о согласии на запись. Конфиденциальность важна, и у людей должен быть выбор. Для этого мероприятия не требуется истечение срока действия сообщений, но имеет смысл создать лобби, скажем, за час до начала мероприятия. Это означает, что разговоры начинаются только незадолго до начала мероприятия. Он также ограничивает права доступа. Модератор всегда может предоставить участникам возможность обмениваться аудио- и видеоматериалами, но по умолчанию это лучше отключить, чтобы не отвлекать. И, наконец, он включает бота для подведения итогов звонков. Приятно получить обзор событий в конце. Давайте посмотрим, как это отразится на посетителях. Во-первых, их просят ввести свое имя, а затем подождать в вестибюле. Как только мероприятие начнется, и они будут готовы присоединиться к звонку, их попросят дать согласие на запись. Они, конечно, могут не включать камеру и микрофон, если им не нравится, что их записывают. Несколько человек уже присоединились к нам, и вовлеченность уже зашкаливает. Некоторые участники общаются по видео, в то время как другие пишут свои мысли в разделе чата. Внезапно появляются анимированные смайлики приветствия, когда Рос приглашает всех на сессию вопросов и ответов. Собрание в самом разгаре, и Рос показывает свой экран, чтобы все могли его видеть. Он показан в правом нижнем углу, так как его энтузиазм сияет во время презентации. Конечно, вы можете просто сосредоточиться на экране общего доступа или увидеть других выступающих во время разговора. Вопросы и ответы прошли успешно. Планируйте свое следующее приключение, легко взаимодействуйте с другими пользователями удаленно, и выполняйте свои задачи проще и быстрее с помощью NextCloud Hub. Посетите сайт nextcloud.com сегодня и посмотрите, как много еще мы можем для вас сделать. Функция ТОК улучшилась во многих отношениях, от небольших, но важных изменений, таких как отображение динамика во время совместного использования экрана или анимации реакции на вызов, до важных функций, таких как набор номера телефона или возможность сохранять заметки для себя. Лично я действительно считаю, что функция набора номера по телефону – это очень важно. Что вам нравится больше всего? Мы с нетерпением ждем возможности узнать, как у вас работает функция ТОК. Позвольте мне представить вам Брента, который представил новые усовершенствования в седьмом узле. Я буду говорить о функциях, связанных с искусственным интеллектом в седьмом узле. В прошлом году мы внедрили множество функций искусственного интеллекта в NextCloud. И я хотел бы рассказать вам о том, что здесь есть сегодня, а также о том, что будет дальше. По мере развития наших предложений в области искусственного интеллекта в NextCloud мы также осознаем связанные с этим проблемы. От централизации крупных технологий и соображений конфиденциальности до экологических проблем. В NextCloud мы хотим предложить искусственный интеллект, который облегчит вашу жизнь, но мы также хотим быть прозрачными в отношении недостатков. Поэтому мы создали нашу этичную систему оценки ИИ, чтобы помочь вам решить, какие функции ИИ подходят именно вам. Мы оцениваем каждую интеграцию по шкале красного, оранжевого, желтого и зеленого цветов. Это основано на трех факторах, которые решают некоторые ключевые проблемы, связанные с искусственным интеллектом. Во-первых, является ли программное обеспечение с открытым исходным кодом? Это позволяет адаптировать обучение, возможно, для устранения предвзятости или оптимизации энергопотребления. Во-вторых, доступна ли модель обучения в свободном доступе? Это позволяет вам запускать ее везде, где вы пожелаете, включая ваш собственный центр обработки данных, чтобы избежать утечки ваших данных. В-третьих, находится ли данные обучения в свободном доступе? Таким образом, вы можете искать предвзятости и другие проблемы, и переобучать модель, если это важно для вас. Мы не только обеспечиваем прозрачность наших внедрений искусственного интеллекта, но и предоставляем возможность выбора. Мы применили другой подход к другим разработкам, и хотим, чтобы у вас был выбор между различными вариантами искусственного интеллекта. Итак, мы усердно работали над тем, чтобы для всех функций, таких как перевода, обработка текста или диктовка, мы предлагали множество вариантов как локального, так и удаленного выбора. Таким образом, Nextcloud уже позволяет использовать удаленные сервисы искусственного интеллекта, такие как ChatTapT, Dipple или даже Dolly. Но наша цель — создать и предоставить настоящий локальный искусственный интеллект с открытым исходным кодом, который соответствует нашим ценностям и нашей этической системе оценки ИИ. Наряду с другими коммерческими опциями, которые по умолчанию отключены в вашем Nextcloud, многие популярные модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом также доступны с возможностью подключать любую модель, которую вы выберете. К ним относятся, например, Aeroboros, Whisper, GPT для всех и многие другие. Теперь искусственный интеллект становится неотъемлемой частью Nextcloud. Некоторые из вас, возможно, сомневаются, когда я говорю это. Но самое замечательное в том, что искусственный интеллект и машинное обучение стали частью Nextcloud Hub во многих отношениях, как очевидные в последних выпусках, так и уже работающие в фоновом режиме для вас. Например, эти функции искусственного интеллекта и машинного обучения в Nextcloud уже на 100% работают локально и на 100% имеют открытый исходный код. Мы включили функцию распознавания лиц и объектов, которая не позволяет отправлять ваши фотографии третьим лицам. Например, наш интеллектуальный почтовый ящик, входящий в мейл, работает на основе ваших данных, а также на вашем сервере. Расшифровки звонков также генерируются локально, и это лишь некоторые из них. Мы также внедрили функции искусственного интеллекта, которые стали более заметными и интерактивными. Несколько месяцев назад мы представили вам Nextcloud Assistant, первого в отрасли помощника по искусственному интеллекту, полностью размещенного на вашем собственном сервере. Он основан на большой языковой модели, на 100% имеет открытый исходный код и может работать полностью локально без отправки данных третьим лицам. Такие пользователи, как Кристин, теперь могут найти своего помощника Nextcloud Assistant во многих местах. Во-первых, он находится в правом верхнем углу интерфейса Nextcloud Hub и всегда готов ответить на ваши вопросы. Кристин нажимает кнопку и просит ассистента что-нибудь для нее сделать. Вот она просит у него несколько советов по организации ее мероприятия. Затем ассистент приступит к поиску ответов для нее. И когда все будет готово, он предоставит результаты по ее запросу. В данном случае вот несколько очень полезных советов по организации этого онлайн-мероприятия. Сейчас это работает везде в Nextcloud Hub, но есть несколько мест, где мы интегрировали Nextcloud Assistant особым образом. Во-первых, при работе с документами. При выборе фрагмента текста специальный значок справа покажет вам Nextcloud Assistant. Затем вы можете попросить ассистента кратко изложить что-либо для вас или переформулировать ваш текст или представить вам заголовок. Затем вы можете вставить результаты, если они вас устраивают. Мы также интегрировали помощника в Nextcloud Mail. Он суммирует эти многословные сообщения электронной почты для Кристины, экономя ее время при чтении электронной почты. И, конечно же, ассистент также может помочь Кристине написать электронное письмо и ответить на него. Она может открыть программу интеллектуального выбора, введя косую черту, выбрав пункт «Генерация текста», а затем ввести запрос. Затем она нажимает на результаты, и если они окажутся полезными, может вставить их в свое электронное письмо. Конечно, она также может скорректировать сгенерированный текст перед отправкой результатов, чтобы убедиться, что они соответствуют действительности. Теперь мы также хотим, чтобы вы могли использовать эту функцию в разговорах. Ассистент уже может использоваться для перевода сообщений в чате. Он также может писать текст для вас или генерировать изображения, которые вы вставляете в свои чаты. У нас также есть чат-бот-помощник, который доступен в нашем новом магазине приложений. Кристин может попросить ассистента помочь ей спланировать ее следующее мероприятие на выставке, например, прямо во время разговора. Так что многое уже возможно. И сегодня я очень рад представить вам наши новейшие разработки в области искусственного интеллекта. Важным событием в мире искусственного интеллекта является то, что несколько компаний начинают предлагать услуги по созданию больших языковых моделей. Несмотря на то, что это новшество, оно обещает дать возможность даже небольшим организациям извлекать выгоду из искусственного интеллекта, не прибегая к помощи всего лишь нескольких крупных технологических компаний, таких как Amazon, Google, Microsoft и OpenAI. Такие сервисы можно использовать с вашим следующим облачным помощником. Еще одним интересным событием является то, что все больше компаний разрабатывают большие языковые модели, в том числе немецкую All of Alpha. Мы разработали поддержку All of Alpha, так что теперь ее можно использовать с вашим помощником в NextClad. Это отличное решение для пользователей, которые хотят пользоваться онлайн-сервисами, но не хотят, чтобы их данные передавались за пределы Европы. Далее мы работали над улучшением контроля администраторов за использованием искусственного интеллекта в NextClad. Операции с искусственным интеллектом сложны и потребляют много ресурсов. При использовании онлайн-сервисов это может стать дорогостоящим. Поэтому мы позволили настроить ограничения на количество операций, которые пользователи могут отправлять. Мы также работали над улучшением пользовательского опыта. Поскольку операции занимают некоторое время, в зависимости от доступных ресурсов, пользователи могут выбрать подождать или получать уведомления, когда результат станет доступен. Если они захотят получать уведомления, то на их телефоне, рабочем столе или веб-интерфейсе появится пуш-уведомление с результатами. Итак, мы поговорили о том, где в настоящее время находится искусственный интеллект в NextClad. Мы также рассмотрели наш этический подход к ИИ. И мы глубоко интегрировали множество функций, начиная от умного почтового ящика в мейл или переводов в ток, а также генерации текста и изображений. И, конечно же, наш следующий облачный ассистент. Но сейчас я хотел бы поговорить о том, что будет дальше, над чем мы сейчас работаем здесь, в NextClad. Возможно, вам известно, что около трех месяцев назад мы объявили о сотрудничестве с немецкой землей Шлезвиг-Гольштен. Наш план состоял в том, чтобы дать возможности и помогать в ситуациях, требующих специальных знаний. Например, при заполнении формуляров в государственном учреждении Германии. Сегодня мы можем кратко рассказать о первых результатах этого сотрудничества. Я рад объявить о следующем облачном помощнике с контекстным чатом. Теперь контекстный чат — это потрясающая возможность следующего облачного помощника, где он может ссылаться на ваши документы, электронную почту, сообщения чата и многое другое, чтобы предоставить вам полезные и контекстно-зависимые ответы на ваши вопросы и ваши вопросы. А теперь давайте быстро поговорим о том, как это работает. Контекстный чат работает как микросервис на сервере NextClad. Он будет индексировать данные из вашего NextClad и сохранять эту информацию в локальной векторной базе данных. Когда пользователь отправляет запрос, настроенная модель большого языка затем использует информацию из векторной базы данных для ответа на ваши вопросы. Но это не ограничивается конкретной моделью большого языка. Вы можете использовать как локально работающие модели искусственного интеллекта, так и удаленные сервисы искусственного интеллекта, что бы вы ни выбрали. Теперь я уверен, вам очень интересно, что может сделать для вас следующий облачный ассистент, когда он будет включен с помощью контекстного чата. Так что давайте посмотрим. Здесь Кристина просит ассистента составить краткое описание внутренних процессов организации удаленной конференции, которая задокументирована в базе знаний в ее компании. После этого ей будет легко поделиться результатами со своим коллегой Россом. Затем Кристин задает вопросы о своей электронной почте. Она просит ассистента перечислить все задачи, которые Росс отправил ей по электронной почте за последнюю неделю. Или, может быть, Росс хочет узнать, как организовать себе отпуск после окончания конференции. Поэтому он попросил кратко изложить шаги, необходимые для этого. Что примечательно, так это то, что мы внедрили поддержку альтернативных больших языковых моделей, таких как Аллафа Альфа, и, конечно, это еще не все. Мы также добавили возможность настраивать квоты использования и различные улучшения пользовательского интерфейса. Stable Diffusion теперь доступен локально, а в процесс установки нового приложения был интегрирован помощник TalkBat. Но самая большая задача, над которой мы работали, это перенести контекстный чат в следующий облачный помощник. Новый ассистент будет намного лучше помогать вам в вашей работе, потому что он знает и вас, и вашу работу. И все же все это происходит исключительно на вашем собственном сервере или удаленной службе искусственного интеллекта по вашему выбору. И самое приятное то, что мы также предоставляем техническую демонстрацию следующего облачного помощника с контекстным чатом, так что вы можете посмотреть и попробовать его. Итак, прежде чем мы закончим, нам нужно обсудить еще одно усовершенствование. Как вы, несомненно, знаете, Nexcel — это платформа приложений, которая интегрируется с множеством сторонних инструментов. К ним относятся приложения с открытым исходным кодом, такие как Metromost или Moodle, а также веб-сервисы, такие как ColorBoward, WebEx, MyRow и другие. У нас также есть интеграция с различными приложениями Microsoft, такими как SharePoint, Active Directory, Microsoft Office, Outlook и так далее. Теперь, чтобы упростить интеграцию, особенно с NexLotoc, ранее в этом году мы внедрили возможность разработки ботов. Эти боты могут получать уведомления с другой платформы, например, от службы мониторинга или отслеживания проблем в NextClad. Или они могут инициировать действия из NextClad в этих инструментах, например, закрыть проблему или отключить предупреждения. Это лишь одна из областей, где наш открытый API, Open Collabation Services API, позволяет взаимодействовать с сервером Exile. Чтобы упростить интеграцию Axe API в приложения, мы предлагаем несколько наборов для разработки программного обеспечения, которые помогут вам добавить функции интеграции с NextClad в ваше приложение. Конечно же, поддерживаются и другие языки из этих четырех. Теперь, чтобы упростить вам интеграцию с NextClad в приложении, мы создали приложение для просмотра распознавания текста. Это приложение Nexet, которое позволяет очень легко экспериментировать с нашим API. Таким образом, вы можете просмотреть открытый API служб совместной работы, опробовать запрос с различными параметрами и затем увидеть результаты. Затем вы можете выбрать код из выпадающего списка на любом языке, который вам нужен, и просто скопировать и вставить его в свое приложение. Независимо от того, являетесь ли вы пишешь на Python, давай, Rust, как хочешь. Таким образом, вы можете расширить возможности своих приложений, предоставив им возможность взаимодействовать с NextArt, извлекать и сохранять файлы или другие данные. Вы можете зайти на нашу страницу разработчика, чтобы узнать больше об этом. Теперь, говоря о Python, Go, Rust и других языках, как вы, вероятно, знаете, приложения Nexet традиционно пишутся на PHP с добавлением, конечно, некоторых HTML, C и JavaScript. Но не все пишут на PHP. Именно поэтому на конференции мы объявили, что предоставляем возможность создавать серверные приложения Nexet на вашем любимом языке. Эти приложения независимы от ядра Nexet, они взаимодействуют через мощные API Open Collabation Services. Это существенно расширяет возможности NextLoad, превращая его в архитектуру микросервисов. И это имеет ряд преимуществ. Во-первых, ошибки в приложении не могут вызвать проблем для других приложений или для всего NextCloud. Во-вторых, увеличив расстояние между NextCloud и приложениями, мы сможем поддерживать стабильные API в течение длительного времени. В-третьих, также стало проще распределять вычислительные ресурсы. Например, вы можете создать отдельный узел в сети, который запускает код искусственного интеллекта, потому что у него есть специальное оборудование для этих операций искусственного интеллекта. И последнее, но не менее важное, мы можем контролировать, каким данным имеют доступ приложения, так что это также может повысить безопасность. Теперь этот новый набор для разработки серверных приложений использует открытый API служб совместной работы и DACA для распространения приложений. Так что если вы хотите создать приложение для этой новой экосистемы приложений, вы можете работать с уведомлениями, пунктами меню действий с файлами и чат-ботами. У нас есть примеры приложений для всех этих трех приложений на разных языках. Так что начать работу и создать приложение Nexot на любом языке, который вы хотите, должно быть относительно просто. Вы можете начать работу на сайте nexot.com-девелопа, где у вас есть учебные пособия и другая информация. Теперь мы сделали больше для разработчиков, чтобы упростить разработку, обслуживание и распространение приложений Nexot. Так что в течение последних недель наша команда особенно усердно работала над нашим App Store, упрощая просмотр и ускоряя использование, а также устраняя некоторые проблемы. Но что более важно, они продолжали работать над этим видением межязыковых приложений в Nexot. И эта работа принесла свои плоды. Теперь стало возможным установить приложение, не использующее PHP, одним щелчком мыши в контейнере DACA все в одном. Пользователи могут просто зайти в App Store, нажать «Установить в приложении», а затем новые приложения на основе DACA будут загружены и установлены, развернуты, подключитесь к NextCloud. И вот, пожалуйста, вы можете ими пользоваться. Еще одна вещь, над которой мы там работали, это улучшение процесса загрузки больших объемов данных. Многие приложения, которым нужна модель искусственного интеллекта, должны будут загружать ее, и они могут быть действительно большими. Так что да, это действительно помогает с приложениями, похожими на искусственный интеллект, но также и с другими приложениями, которым для работы требуется загружать тонны данных. Так что мы действительно с нетерпением ждем ваших отзывов об этой разработке. Я имею в виду, что мне хотелось бы знать, планируете ли вы написать приложение для Excel на вашем любимом языке, и увидеть, как эти приложения затем появятся в нашем App Store. Итак, в этом выпуске мы сосредоточились на развитии этой новой экосистемы приложений, которая позволяет разработчикам создавать приложения и языки помимо PHP. Мы также улучшили множество существующих интеграций, например, затронув некоторые инструменты искусственного интеллекта. Таким образом, мы завершаем запуск Nexet Hub 7. Итак, на сегодняшний день Nexet Hub является самой передовой платформой для совместной работы, и с этим релизом мы сделали ее еще лучше и более продвинутой. Теперь Nexet Hub действительно предназначен для работы для всех, будь то правительство, домашний пользователь, компания, университет, даже поставщик услуг или местный футбольный клуб. Следующий слайд действительно разработан для того, чтобы помочь вам сохранить контроль над вашими данными. И, конечно, самое приятное, что он доступен уже сейчас. Новую версию можно загрузить уже сейчас, если вы настраиваете новый сервер. И в течение ближайших недель она будет постепенно распространяться в программе обновления для наших домашних пользователей и небольших экземпляров. И это также станет доступно в нашем универсальном образе DACA. Теперь клиенты могут ожидать, что Nexet Enterprise станет доступен примерно через 4 недели после завершения нашего дополнительного тестирования и сертификации для Nexet Enterprise. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов. И перед закрытием я хочу еще раз сказать, что это было бы невозможно без нашего замечательного сообщества. Так что спасибо вам за то, что вы сделали Nexet таким, какой он есть. И если вы тоже хотите принять участие, вы можете это сделать. Просто зайдите на наш веб-сайт и узнайте, как это сделать. Большое вам спасибо. Желаю вам чудесного дня и до встречи в 2024 году.